Несколько раз бралась за такую работу, чтобы очистить ниточку между мной и человеком. И натыкалась на такое, что у меня улучшалось к нему отношение, я вроде радовалась, а потом замечала, что эта радость, она переходит в привязанность и в навязчивые мысли о нем. Это с чем связано? Я пугалась и бросала все. Это связано с тем, что мы склонны наслаждаться людьми, не служить ему, а наслаждаться. Если мы начинаем человека хорошо чувствовать, от него такое счастье идет, то сразу хочется его идти сюда, использовать. Это наша природа, мы склонны к наслаждению друг другу. Но это временное явление. Если человек духовной правилкой занимается, временем ты просто служишь, не привязываешься. Потому что знаешь, что это ничему хорошему не приведет. А так все правильно, вы молитесь, чистая связь идет, хорошее ощущение от человека. Еще надо понять, что женщина, когда она не замужем, она всегда прилепляется, ей надо к кому-то прилипнуть, она не может одна жить. Если нашелся нормальный человек, за него помолилась, раз прилепление пошло, приклеиваешься сразу. Потому что природа такая женщина, ей трудно быть одной, ей надо с кем-то быть. Ее природа с кем-то жить, не одной. Поэтому, естественно, она приклеивается. Это природа так действует, женская. Мужчине надо добиваться, достигать кого-то, кого-то к себе приклеивать. А женщине надо приклеиваться. Так действует природа, ничего не сделаешь. А когда замужем, уже нормально, защищена, уже кто-то есть, поэтому не беспокоится она уже. Геннадьевич, я когда начинаю молитву, я сохраняю неподвижное тело, и у меня где-то на 20-е минуты или на 15-е начинает тенеть глаза, начинается рвота, очень плохо становится. Да, все правильно. Нет, мне выявят, а потом я продолжаю, но это ужасно. Да, согласен с вами. Это нормально? Ну, как нормально. Это обычно. То есть это блок. Вот у вас есть первый психический слой, а есть второй слой. Но в начале второго слоя, когда у вас идет молитва, вы не двигаетесь, у вас лечится статическое напряжение. В начале первый слой у вас чистенький, пролечилось, потом в начале второго сильный блок, который мешает вам жить. И когда начинается лечение у вас, да, плохо становится, потому что блок сильный. И поэтому нужно сначала в воде лежать, хотя бы на два слоя его размягчить, чтобы он не такой был сильный, а потом дальше его очищать. А если вы будете четыре раза в неделю хотя бы делать статические упражнения, то через три недели уже вам легче будет, у вас не будет так сильно вас долбить, уже чистится. А потом через семь-восемь месяцев он вообще вы его прочистите, и он вообще вас не будет беспокоить. Четыре раза в неделю, правильно слышал? Да, ну, потому что статическое напряжение копится за три дня. Вот человек три дня статику не делал, оно уже накопилось. Если человек хочет очищать все время, чтобы у него не копилось, ему надо четыре раза в неделю делать. Спасибо большое. А чтобы не было так сильно плохо, надо общее статическое напряжение убрать, общее. Это лежать в воде. Каждый день? Нет, два раза в неделю где-то, ну, второй слой это 28 градусов, 28 градусов 30 минут хотя бы лежать, чтобы два слоя прочистить в раз в неделю. Вообще надо методичку мою на сайте скачать, транснов.ру в разделе «Материалы». И вот, и почитать все, изучить, как правильно все делать, и по методичке все делать. Все есть, изучать, все есть, вся информация, как правильно, что делать, все есть, весь материал. Вот, поэтому не нужно ничего выдумывать, надо все почитать, поизучать и понять все, что с вами происходит, это уже все известно, все изучено. Идет чистки. Человек стоит, и у него идет энергия чистится, чистится. До блока дошло сразу, плохо пошло, сразу становится. Потом блок пробился, плохо уже не становится. Сначала чуть-чуть становится плохо, потом вообще не становится плохо. У меня так же тоже было, до какого-то сидел до определенного момента, уже дальше не могу сидеть, плохо становится. А сейчас сижу и нормально, потому что все прочистилось. Спасибо большое. Так, ваш вопрос. Так, я понял. Хикишка напала. Давайте, ваш вопрос. Нападают хихи иногда такие. Олег Иванович, у меня такой вопрос. А если не получается сделать важную молитву, а больше получается механически прославлять Бога, и нет внимательности. А сейчас вообще ребенок вот здесь на литрите никак, если мы будем молиться, он будет кричать, то ничего не получится. Ну, сейчас пока нормально, пока мы разговариваем, очень страшно. А на литрите пока вообще какой-то, и он еще может испугаться, мы же громко будем повторять. Еще раз. Не получается сделать важную молитву, прославляющую Бога, и выделять время на молитву, и глубину какую-то, больше механически. Как вы понимаете? Сколько вы работаете в день? Восемь, десять, тринадцать, что? Ну, вот если вы весь день только работа занимает, то вы живете зря эту жизнь. Потом, когда уходите из жизни будете, очень сильно будете печалиться. Потому что цель человеческой жизни — это приближение к Богу, это не работа. Работа — это поддержание жизни. А цель жизни — это приближение к Богу. Если вы не можете молиться, время найти, то тогда все бессмысленно, трата времени. Зря живете в своей жизни. В следующей жизни не пойдете наверх, в рай не пойдете. Можете попять на землю для и родиться, попили вниз, пойти в ад. Бессмысленно просто. Вот человек, допустим, шел в магазин, но хотел купить хлеб. Пришел, вот, и думает, блин, у меня некогда, мне некогда хлеб покупать, я, наверное, пойду назад. Ну, а зачем тогда шел? Вот в человеческом теле рождаются для приближения к Богу. Есть тело животных, растений там. У них другие цели. Животные, они наслаждаются жизнью, пытаются наслаждаться. Растения отдыхают, они отдыхают, растут, спят. Но в человеческом теле цель жизни — это приближение чуть-чуть хотя бы к Богу. Почувствовать Его, научиться жить для Него. Цель такая. Нет другой цели в человеческом теле. Все бессмысленно, остальное все. Ставь тратой времени. Если все время работа занимает, значит, надо ее менять. Как это? А если водка мешает работе, брось ее нафиг, работу свою. Точно так же и про молитву тоже, от Бога же, можно сказать. Ну, если ты главного не делаешь, нафиг тогда нужна эта работа. Когда человек приближается к Богу, все меняется в жизни. Это называется жизнь благости. То есть человек приближается к Богу, друзья лучше становятся благостными, пища благостная, настроение благостное, отношения с людьми благостные, сердце спокойнее становится. Качество жизни сильно повышается при приближении к Богу. А когда отдаляется, все наоборот. Вокруг люди странные появляются, напряжение внутри, жизнь плохая, вредные привычки появляются, всякие греховные действия, которые еще усугубляют больше жизни. Все, портится жизнь. Надо ее очищать, сделать счастливее. Какой смысл? Жить несчастным. Здравствуйте, Алина Геннадьевич. Очень благодарна вам за ваш труд. По молитве я хотела спросить. У меня примерно похоже, как у девушки. Я 16 часов работаю. Ну, в общем, я постоянно пытаюсь, ну, тоже начать молиться. Миллион попыток, кое-когда получается. И только когда начинает получаться, сразу, ну, срывается до того, что я чувствую очень большую усталость. Я вам расскажу одну историю, которую я свидетелем был. Ну, как бы в Индии есть такая, там кастовая система, она уже вырождается, конечно, но там есть такая группа людей, которые даже не учатся в школе. Они просто работают на полях, там рис выращивают. Некоторые кирпичи на голове носят. И так всю жизнь. Много-много часов за горстку риса. Вот. И... Ну, шла такая... Люди шли, поклонялись Богу, воспевали имена Бога, танцевали, там, пели. И один парень молодой, который вот на поле рисовом работал, он подошел, говорит, а от чего вы не работаете, почему вы поете? Они говорят, а мы для Бога поем. А почему вот, а кто вас кормит, почему вы не работаете? Надо много работать, чтобы выживать. Они говорят, Бог нам дает, мы проповедуем, людям духовное знание даем, они нам жертвуют деньги. Он говорит, ну так, мне кажется, лучше жить, чем я, вот работаю целыми днями. Они говорят, конечно, лучше. Присоединяйся к нам. Он говорит, а у меня родители не разрешают. Они говорят, будешь работать с нами. Они говорят, ну так решай тогда сам. Он говорит, нет, я пойду с вами. И решил все бросить и пойти вот в храм жить. Он необразованный был. Ничего не знал, как что делать. Искренний человек. Не знал, что есть Бог. Просто пошел, он понял, что так лучше жить. И он начал в храме сначала простую работу делать, там полы мыть. Постепенно выучился грамоте, его подучили там. Потом начал еще английский выучил, вот кроме хинди. И так прошло 10 лет. Он уже получил духовное образование, начал разбираться во всем жизни, начал проповедовать даже, читать лекции. Заниматься со спонсорами. И ему всего 28 лет, через 10 лет стало. И он 28 лет женился. Ему нашли очень из состоятельной семьи женщину, девушку. Взяли его на серьезную работу, потому что он религиозный, хороший человек. И человек за 10 лет из бедняка, который там работал на полях, стал развитой личностью, духовной, всем нужной. Поэтому это ощущение, что я вот никому не нужна, и я кроме этой работы, ничего у меня не получится. Это ощущение глупое. Это навязано вам, вашим сознанием ощущение. Вот я никогда не верил, что я останусь без поддержки, без Бога. Я закончил институт. Мне предложили в Самаре остаться на кафедре, заниматься наукой. Я думал, зачем я буду заниматься наукой. Я поеду людям помогать. И поехал на ВАЗовскую турбазу под Тольятти. Там была турбаза такая. Я начал там проводить. Один мой знакомый слушал мои лекции, начальник из ВАЗов. И он направлял мне работников, чтобы они отдыхали. Я им рассказывал, как правильно жить. Учил их проруби купаться там. Добрые дела делать, желать счастья, здоровой жизнью жить. Травы им давал пить, лекарства, чтобы они не болели. И вот так мы круглый год работали там. Потом дальше судьба повела нас по жизни. Дальше и так далее. И потом я поехал в Индию на три года. В Тольятти работал три месяца. Потом зарабатывал денег на всю поездку на Индию. Потому что люди шли потоком ко мне лечиться. Бог мне дал возможность людей лечить, и я их лечил. И никогда не думал о деньгах. Никогда. Потом ездил в Индию. И там паломников по 600-800 человек за 8 месяцев лечил. Бесплатно абсолютно. Деньги кончались, опять ехал. Зарабатывал в Тольятти. Потом пять. Потом вообще поехал по всей стране лекции читать. И всё. Вот так жизнь идёт. Служу людям, Богу. И вообще не думаю о себе. А если человек сильно завязан вот так вот на работе там по 16 часов. Вот для чего вы это работаете? Что там миллиарды вы получаете, что ли? Для чего 16? У меня двое детей, я одна снимаю квартиру, у меня не жилья. Бог поможет вам. Найдите работу 8 часов. Бог вам поможет. Пускай будете меньше кушать. У меня даже регистрации нету. У меня нигде не берут в Самаре. Вообще. Помолитесь Богу, и вас возьмут. Сто процентов я вам говорю. Что вы в руку поднимаете? Готов помочь. Готов помочь. Видите, уже сразу. Вот Бог уже помогает. Что у вас за специальность? Что за специальность? Чем вы занимаетесь? Вот у девушки. Я не знаю, я стеснялась. Ну, подойдите к ней сейчас. Подойдите. Не бойтесь людей. Она хочет вам помочь. Может быть, она возьмет вас на работу. Ну, идите, подойдите. У меня был такой случай в Новосибирске. Мы читали, молились в ретрик «Победа над судьбой». И у нас был такой эксперимент. Мы поставили людей, за которых мы молились. Вот так в ряд прямо они стояли на сцене. А мы за них молились сейчас. Такой эксперимент. Чтобы людям помочь, да? И одна женщина, она приехала в Новосибирск. У нее нет ни работы, ни дома. Двое детей. Она вот вышла, потому что я спросил, «Кому нужна помощь, выходите». Все вышли, кому нужна помощь. И мы за них молились. И женщина вышла. Я говорю, у вас как вы себя чувствуете? Она говорит, у меня, говорит, сердце спокойствие, что все будет хорошо. Чувствую, что все будет нормально. Я говорю, а какие проблемы? Она говорит, у меня негде жить, нет работы. Я говорю, какая работа? Она говорит, я работаю парикмахером. Я говорю, кто может девушке дать возможность где-то, у кого есть пустующая квартира? Кто может вот хорошему человеку дать пожить? Два человека поднять руки. Я говорю, ну вот выберите из двух, где вам лучше жить будет. Вот они вам хотят помочь. Теперь говорю, у кого есть возможность устроить на работу парикмахера? Кому нужен парикмахер? Два человека подняли. Ну все, и вот молитва сработала. То есть человек просто помолился Богу или пришел к благостным людям. Знаете, что в основном всегда в жизни помощь идет от добрых людей. Вот работа хорошая, допустим, или замуж выходит. Лучше всего выйти замуж, когда тебя знакомят с хорошим человеком. Яблоко от яблони далеко не падает. Вот люди одинаковые, они похожи. Если они вместе куда-то ходят, значит такой же будет и знакомый, за которого. Понимаете, не там где-то на сайте знакомств, непонятно, что там за это, за что же ты найдешь. А когда знакомят, это совсем другое дело. Поэтому знакомят означает Бог помогает. Вы в эту сторону-то хоть мыслили. Вы хоть раз на колени встали, сказали, Господи, помоги мне, пожалуйста, организовать мою жизнь. Вот у меня вот сейчас на ретрите, допустим, Оксана из Одессы сидит, выходит на ретрит. Так она людям кексики печет и раздает людям голодным, которые там на войне находятся, бомбомбят. Она раздает людям пищу, а она не работает нигде. Откуда у нее деньги? Такие эти люди же и приходят, и жертвуют на эти кексики. Понимаете? Нет, о чем я говорю. Вот если человек направлен людям помогать, Бог ему начинает помогать. Этот закон усвоите жизненный. У меня духовный учитель ездит по всему миру, лекции читает. Так он храмы строит. Он вообще, у него два комплекта одежды всего. Он вообще нищий, просто монах. Так он храмы целые строит, ему столько жертвует. И поездки на год покупают, покупают билеты по всему миру. Представьте, там международные рейсы, сколько стоят. Все оплачивают ученики. Он вообще не думает о деньгах. Вы скажете, ну это нестабильно. Почему нестабильно? Все стабильно. Если человек нацелен на духовную жизнь, Бог начинает помогать. А когда человек думает, вот надо выживать, надо выживать, по 14 часов чуть-чуть побольше за работу, денежек, вы разрушаете свою жизнь, перенапрягаетесь на этой работе, перенапряжение приводит постепенно к хроническим заболеваниям. Гаснет энергетика. У женщины, когда энергетика гаснет, она становится некрасивой. У женщины энергия, если она энергия, женщина не перенапрягается, ведет здоровый образ жизни, любая женщина становится красивой. Если она красивая, становится, выходит замуж. Вышла замуж, муж работает, она детей рожает. Заботься о ней. Для женщины стал естественный ход, в жизни пошел. Естественный ход, она рожает детей, а муж работает. Все. Естественный ход в жизни пошел для женщин. Если же она уперлась в работу, она теряет силы, становится больной, никому не нужной, одна остается. По 14-15 часов работает, молитвы нет, здорового образа жизни нет, пасят целыми днями. Потом, когда она станет больной, ее с этой работы пнут, скажут, нам ты уже не нужна, все, иди отсюда. Мы из себя выжили, выжили, как лимон тебя все. Перейди отсюда. Живи дальше, как хочешь. Понятно? Учитесь правильно жить. Поймите, что ваше мышление, вот такое, как вы мыслите, оно неправильно. Учитесь счастливо жить. Бог вам поможет. Ваш вопрос, Девушка? По молитве, да? Ну, можно сказать по молитве. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Прошло сказать по молитве. Сейчас я скажу. Вы сказали про милость, и хочется узнать, если человек молится, получает милость, тогда что не нужно делать, чтобы не потерять милость? А вот Моисей принес, там Бог на камне прям вырезал, чтобы люди знали, что вот от этого милость теряется. Не убивай, не грабь людей, не отравляй, не изменяй, не порочь имя доброго человека. какого-то. Вот. Не оскорбляй никого. Храни святость сердца, святыню не оскорбляй, святых людей, храмы. Не разрушай власть. Допустим, есть власть, она управляет страной. Хаос не создавай, иначе теряешь милость тоже. Ну, то есть, есть заповеди, которые надо выполнять. Это прежде всего. А потом дальше жить по совести еще. Чужого не надо брать. Вот. Ну, как бы, если вкратце, то я вам могу лучше, наверное, стихотворение вам в целом стихотворение небольшое, и все узнаете, как человек. Вопрос. Благодарю. Садитесь, садитесь. Олег Геннадьевич, я в первую очередь благодарю вас за тот свет, который вы нам несете, очень ценный, который помог мне в моем жизненном пути. И у меня... Меня разок один мужчина встает на лице и говорит, ты что вообще несешь? Я говорю, я несу людям добро. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Да. Многие задаются таким вопросом, живя в нашей жизни. Как принять свою судьбу? Как ее победить? Вот вы всегда говорите об этом и говорите это слово «победить судьбу». А как это прочувствовать? Потому что в моменты, когда случаются в жизни разные ситуации, ты спрашиваешь «Для чего?» то хочется искренне понять и прочувствовать внутри вот это победить судьбу, принять судьбу. Судьба это энергия времени. Судьба это энергия времени. Время действует на физическое тело, оно его старит, и действует на психическое тело. не психическое тело. Время побеждается тремя способами. Первый способ это аскезы на природе. Они очищают психическое тело от судьбы. Механическое действие. Судьба засоряет, а ты очищаешь. Как допустим дворник приходит и просто подметает пол. Там не важно кто насорил, там следствие не ведется, кто окурок бросил. Просто он подметает, убирает, чтобы было чисто. Так и судьба тоже. Она засоряет психическое тело, и мы просто знаем, методичку почитали, знаем, как очищать психическое тело. В воде сидеть, статические упражнения делать, длительное движение делать, посты делать. Все. Все очень просто в этом плане. Дальше. Судьба действует на нити нашей связи с людьми. Нить засоряется, ты плохо думаешь, и человек плохо думает, о тебе идет нарушение отношений. И ты мысленно молишься, пытаешься прощать человека, просить прощения, идешь вспять против мыслей вот этих, что он плохой, я не предал, против. Стараешься наладить отношения. И по-доброму относишься к человеку, что-то хорошее для него делаешь. Я благодарю вас. Это второй способ. А третий способ связан еще с непреодолимым временем, когда человеку действует такая сила времени, что он не может никак сам себе помочь. И тогда есть еще один способ побеждать судьбу это память о Боге. И человек, когда видит, что он сам уже не справится, он ни аскезами не поможет себе, ни добрыми делами, ни правильным отношением к людям, а сына сажают в тюрьму там, может забирают куда-то там, непонятно. Ну то есть непреодолимая какая-то сила действует, ничего не можешь сделать. И тогда человек обращается к Богу уже. Три есть способа побеждать судьбу. Аскезы, правильное отношение к людям, добрые дела и молитва. Три слоя жизни. Психофизический слой аскезы, социальный слой доброе отношение к людям. Допустим, замуж не может выйти девушка, она начинает заботиться о людях. И эта забота приводит ее к замуж или человек, допустим, денег нет, он начинает кормить людей. Жадность побеждает своем сердце, жадность побеждает благодать приходит Божия. Это подробно, я на лекциях об этом говорю, как это работает. Сейчас вкратце просто. Добрые дела. молитва. И когда человек хочет в целом жизнь свою поменять, тогда молитва кардинально меняет жизнь. Мировоззрение, восприятие мира меняется полностью. Я когда ехал на Вазовскую турбазу, я всего лишился в жизни. Я оставил все. У меня была кафедра, была перспектива стать хорошим специалистом. Я просто хочу служить людям сегодня. У меня знание было в сердце уже, знание, что Бог мне поможет. Он мне помогал всегда. Нашел людей нужных, со мной они поехали. Все бросили, работу, все, и поехали со мной туда, в лес жить. Такие вот люди верные, поехали в лес жить. И Бог всегда давал людей, никогда не оставлял меня без помощи. Вот Галя поехала со мной. Сидит здесь девушка. Жалеешь, Галя, или нет? Тебе понравилось там, как мы жили? Лучше время было в жизни. Я тоже так считаю, что меня так остатки. Мы людям помогали, у нас не было зарплаты, мы просто все, что приходило, мы это кушали, жили вот так и не думали о завтрашнем дне. Господь заботился о нас, жизнь дальше, Господь помогал нам в жизни, все, что нам нужно было, Он нам давал. Понятно? Будьте смелее в жизни. Благодарю Вас. Вы же уже спрашивали у Вас еще новый вопрос родился. Давайте еще будем спрашивать те, кто не спрашивает. Ваш вопрос, девушка? Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос родился, когда я слушала песню. я похоронила первого мужа, потом второго. Прям похоронила? Прям похоронила, да. Похоронила первого мужа, стала сестрой милосердия, похоронила второго мужа, жила год в монастыре, год назад приезжал к Вам, и Вы мне сказали, что второй муж, он очень Вас любил, он очень слушал Вас, все выполнял, сказали, что он пошел в высшие ну, какие-то миры, но я это не чувствую, я поехала в монастырь, чтобы не просто молиться, а чтобы Господь труды молился, чтобы подкреплять трудами молитву за Него. Ну, я думаю, что это не по моим молитвам, он просто сам чистый был такой душей человек, но сейчас приехал, третий человек забрал меня из монастыря, и я запуталась, Олег Геннадьевич, я не знаю, как мне быть, предаю ли я своих мужей, и очень особенно второго мужа, первого ребенка. Вы всех предаете, вы же замужем в прошлой жизни тоже были, вообще всех все время предаете, вот вы замужем были в прошлой жизни, всех тоже предают. Я вот запуталась, не знаю, как мне быть, я сейчас с этим человеком, и мы живем просто, вот живем и в браке. Надо в браке жить. Я не знаю, как мне быть, дальше быть и с ним, или наоборот. Моя хорошая, но вы же не можете помочь уже этим мужьям вашим, вот вы бы хотели, а Бог вас разлучил, Бог разлучил. Бог разлучил, светлая память есть о них? Светлая, чистая память? очень светлая, чистая память. Ну все, вот и все, хорошо, все. Жить же дальше надо? Надо. Ну живите. Я живу, Олег Геннадьевич, но я тут запуталась, не говорю, никому не говорю об этом, то, что вот я в отношениях уже больше полгода, и я не знаю, что я не могу сказать, скрывать. У нас есть одна личность, она как в телевизоре все вот оттуда смотрит, и она сейчас улыбается мне из вашего сердца. Эта личность такая, вот видишь, какая у меня хорошая есть девушка. Господь не улыбается так из вашего сердца. Видишь, какая она хорошая у меня есть. он вас так любит. Да, я чувствую его любовь. Ну так, а что тогда печалиться-то? Ну вот вы подарили чистоту этим людям свою любовь, они ушли из жизни дальше. Теперь дальше надо жить. Разве они будут счастливы, если вы будете все время в монастыре жить? Вот, допустим, второй муж сейчас в раю, как бы, а вы в монастыре, что за... да несправедливо. Он в раю, вы должны тоже счастливы жить. Правильно? Светлая память о людях, вот что нужно. И это все, что вы можете дать. А жить надо продолжать. Кому-то дарить счастье в жизни. Продолжать здесь, жить в миру, выходить замуж третий раз, да? Ну, вы же уже вышли. Что вы меня спрашиваете? Можно выйти расписавшись, а можно выйти не расписавшись. Что из себя обманывать? Вы уже с мужчиной живете, значит, уже вышли замуж. все. Что спрашивают? Я вышла, ну, получается... Это как это, маленький ребенок подходит к маме, говорит, мама, можно я покакаю? Она смотрит, у него уже в штанах там лежит. Покакай, сынок, ты же уже покакал. Что ты меня спрашиваешь? Все, уже вышло, все. Идите расписываться, а то будет грех, греховная жизнь. Точно вашим предыдущим мужьям не понравится, если вы в грехе будете жить после монастыря. Да, я попросила у Бога чуть-чуть время по моей вере, просто нельзя к таинствам приступать вот в таком состоянии, как я. Я попросила у него чуть-чуть времени, чтобы вот разобраться. Все разобрались, все замуж. точно разобрались. Мне было важно, что вы мне скажете, Олег Геннадьевич, спасибо большое. Все, замуж. Так. Первому мужу сказалось, что ко второму пошла, второму сказала, что к третьему, а сама монастырь молится, молится и молится.